В прямом эфире на телеканале Казаларда Время новостей. Здравствуйте, в студии с вами Галунжан Жумназар, 41-й, 5, 30-й класс. Аким области Куаншпек-Искаву побывал с рабочей поездкой в Кармахшинском районе. Глава региона посетил 13 населенных пунктов, в каждом выслушал чаяния сельчан. Требует ремонта потолок школьного спортзала в аульном округе Таимбета Комикбаева. Поднимался и вопрос строительства новых зданий сельского клуба, медицинской амбулатории. Говорим, что молодежь не удержать на селе. Тому есть причина. В ауле нет центра для молодежи, безработица, нужен спорткомплекс. В округе Жусалы поставили вопрос поливной воды. Также поднимался вопрос строительства сельского клуба. Отмечено, что вопросы такого плана должны решаться в рамках государственно-частного партнерства. Рассмотрите вопрос в рамках ГЧП. Здесь проживает 530 человек. Нет необходимости строить большой клуб. Решайте вопрос с местными предпринимателями. В свое время аул Алдашпай-Ахун выращивал до 1000 гектаров риса. Жители из-за проблем с поливом, канал перекрыт, вышел из строя насос, уже не занимаются этим делом. Еще в двух аулах такая же проблема. Хотели на 200 гектаров посадить рис. Возникает вопрос, когда нет воды для животноводства, как сеять? На 2020 год дали бюджетную заявку для приобретения электронасоса. Готовим документы, изыскываем средства в размере 8,5 миллионов тенге. 10% населения на селе безработные. Руководитель региона отметил, что это результат неумения сельских акимов правильно координировать работу, использовать возможности программ по развитию предпринимательства. Совсем иная картина в аулах Жанажол, Турмагамбе, Третий интернационал, Акжар, Актубе. Хозяйство обеспечивает всех жителей работы и вносит свою лепту в развитие родного края. Жители аула Акай и поселка Туритам подняли вопрос с земельными участками. Они просят высвободившиеся из-под аренды земли использовать для строительства предпринимательских объектов, жилья и для пастбищ. Был также поднят вопрос дорог и освещения. Если есть такие проблемы по дорогам, капремонт, текущий ремонт, подлатать, посидеть гравим, сначала они рассматриваются на уровне района. Если невозможно решить своими силами, выходят на нас. Мы смотрим на возможности бюджета. Руководитель региона отметил, что все прозвучавшие вопросы будут на его личном контроле, а деловую жилку Акимов-Аулов будут оценивать по итогам первого квартала. В этом году в пригородном населенном пункте Баймурат-Бацар будут отремонтированы улицы, решена проблема с освещением. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением Аким-города Нурзубек Налибаев. В прошлом году был расформирован населенный пункт Калгандарья. Кубас присоединен к Талдаралу. Здесь выделены земельные участки для строительства жилья. Решается вопрос поддержки малобеспечных семей. Проведены переговоры с владельцами строительных компаний. При спонсорской поддержке планируется построить дома в Талдарале 16 семьям. На сегодня обеспечены домами 7 семей. Баймуратовцы просят открыть в ауле амбулаторию. Есть медпункт, но в случае необходимости квалифицированной помощи сельчанам приходится ездить в областной центр. Мы работаем над решением этого вопроса за счет бюджета или же на основе государственно-частного партнерства. Сельчан тревожит скотокрадство. В этом ауле нет никакой возможности разводить скот. Очень много скотокрадов у всех крадут. Вчера у меня украли сразу 4 живности. Мы изрегистрировали ее заявление. Работаем в этом направлении. Проводим в ауле рейды. В прошлом году был раскрыт ряд краж скота. Барамтачи оказались из своих. Сельчане настояли на выселении их из аула. В регионе отмечено снижение тяжких преступлений. Областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам на пресс-конференции подвел итоги года. В прошлом году решением данного судебного органа были отправлены в колонию 39 человек. 21 из них за совершение особо тяжких преступлений. 9 человек получили ограничение свободы. 6 человек условно осуждены. Кроме того, рассмотрены материалы о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 3 человек. Что касается категории уголовных дел, поступивших в производство суда, 20 дел по 99-й статье Уголовного кодекса убийства, в том числе 8 дел по части 2 данной статьи. Одно дело по статье «Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Два материала по фактам насильственных действий сексуального характера. К сожалению, ситуация по подростковой преступности иная. Отмечен рост в областном специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних. В прошлом году были рассмотрены материалы в отношении 84 подростков. По сравнению с 2018 годом отмечен рост уголовных дел в отношении несовершеннолетних, особенно в Байконере и Кызаларте. В основном преступления средней тяжести, ограбления, кражи, грабеж. Так, в отношении двух несовершеннолетних недавно вынесены решения о лишении свободы на 5 лет. Приговор еще не вступил в силу. Много уголовных правонарушений совершается учащимся колледжей. Большая их часть – разбойные нападения. Беспризорного мальчика 8 месяцев назад подобрала полиция в районе дачного массива Сабалак. По имеющейся данным, мать Людмила Цой уехала в Корею, оставив на произвол судьбы рожденного вне брака 8-летнего сына. Установлено, что у ребенка нет никого из родных. И он ни дня не учился. О беспризорном мальчике полиции сообщили жители дачного массива. Владик совсем не помнит маму. Рост у чужого человека отощал. Мальчик не посещал школу, а брос. Слышал, что мать его оставила чужому человеку, сказав, что это его сын. Отец скончался. Мы передали ребенка в Центр реабилитации несовершеннолетних. Сейчас Владик накормлен, ходит в школу. Благодаря заботе мальчик постепенно приходит в себя. По сравнению с первыми днями многое изменилось. С ним работают педагоги, психолог, логопед. Медики поставили задержку развития. Мальчик на уровне дошкольника. Трудно усваивает школьную программу. Для достижения результата еще надо много работать. Сейчас в ювенальном суде решается судьба Владика. На сегодня установлена личность матери. По имеющимся данным, она со старшими детьми уехала в Корею. Судом поручено определить точное местонахождение Людмилы. Кого из детей увезла? Нет ли еще детей? Кого она, как Владика, оставила вот так на произвол судьбы? Айгирим Курмангали, Гульфайрус Пармагамбетова, Нурлыбек Нурмахан. В Канад Мохамбетов, телеканал Казларда. Следующий факт не менее шокирующий. Те, кому была вверена задача охранять редких животных, сами оказались браконьерами. В ходе совместного с полицией рейда сотрудники Ахадзоупрома в Кармахшинском районе задержались по личным своих же коллег. В ходе операции браконьера в местечке Ташкантам на днях была остановлена служебная автомашина Ахадзоупрома марки Land Cruiser LX76 с двумя инспекторами. При наружном осмотре на заднем бампере были замечены следы крови. На требование полиции открыть багажник подозреваемые дали по газам, но скрыться им не удалось. В ходе проверки автомашины в багажнике обнаружена одна туша САГИ, в салоне гладкоствольное оружие, нож и прожектор. Они задержаны. Один из задержанных во дворен в изолятор временного содержания и взят под арест. А в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по пунктам 2.4 части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Казаларде вновь на днях задержан пьяный водитель. Причем лихач проигнорировал требования патрульных остановиться. Лада 21705 сразу привлекла к себе внимание полиции. Она грубо нарушала правила дорожного движения. Однако водитель не подчинился требованию полиции остановиться, но далеко не ушел. Горе водитель оказался 57-летним жителем города. Экспертиза показала алкогольное пьянение легкой степени. Как выяснилось, это не первое его нарушение. При проверке выяснилось, что данный гражданин был лишен судом права управления транспортным средством на 3 года. Однако повторно сел за руль автомашины в состоянии алкогольного пьянения. В настоящее время нарушитель водворен в ВВС. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Республик Казахстан. Житель города Байконер задержан с крупной партией наркотиков на трассе Западной Европы, Западной Китая вблизи Кармашинского района. При проверке салона, его автомашины, в багажнике и на заднем пассажирском сидении в двух бочках были обнаружены вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно результатам экспертизы, высушенная марихуана весом 16 килограммов в 788 граммов. Подозреваемый задержан и водворен ВВС Кармашинского отдела полиции. Ведется досудебное расследование. 21 февраля в областном историко-краеведческом музее откроется выставка к 175-летию великого казахского мыслителя Якина Абая Кунанбаева. Государственный музейный фонд Жидибай Бюрля представит на ней уникальные экспонаты, его личные вещи, книги, рукописи и многое другое. В музейном календаре на этот год также 1150-летие Альфа-Раби, 750-летие Золотой Орды, 75-летие Великой Победы, 25-летие Конституции и еще ряд крупнознаменательных юбилеев. Каждой дате музей готовит насыщенную программу. В рамках 1150-летия Альфа-Раби в мае в Отерар отправится в научные экспедиции. Вместе с тем к нам приедет из Туркестанской области Государственный музей Отерар. К 750-летию Золотой Орды в течение всего года будут проводиться различные мероприятия. В апреле будет организована крупная фотовыставка под названием «Адеби Мурассе». Также к 75-летию Великой Победы организуются выставки экспонатов времен Великой Отечественной войны из фонда музея. Фотовыставки будут проводиться встречи с ветеранами войны, ветеранами тыла. К 25-летию Конституции Республики Казахстан и 25-летию Ассамблей народа Казахстана также областным и районными музеями будут подготовлены большие программы. Элизабет Турсумбаева вручена национальная премия «Народный любимец». Национальная премия «Народный любимец» вручается по итогам голосования в социальных сетях. На этот раз лучшей спортсменкой года казахстанцы единогласно назвали казахстанскую фигуристку Элизабет Турсумбаеву за ее вклад в повышение имиджа Казахстана на мировом уровне в развитии фигурного катания и блестящие достижения. Напомним, наша принцесса Льда, первая в истории взрослого фигурного катания, выполнила сложнейший элемент – четверной сальхов. И это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал Кастерка Киезет на сайте телеканала Казахстана. И о погоде. Завтра на всей территории области небольшие осадки, туман, гололед. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. В Арайском районе днем минус 5 градусов, ночью минус 15. В Казалинском районе днем минус 4, ночью минус 14. В Байконыре днем минус 3 градуса, ночью 12 градусов со знаком минус. В Кармахшинском районе такая же температура воздуха, днем минус 3 градуса, ночью минус 12. В Жалагашском районе днем минус 2 градуса, ночью минус 11. В Сардаринском районе днем минус 2 градуса, ночью минус 10. В Шиилийском районе днем плюс 2, ночью минус 8. В Жанокурганском районе днем плюс 3 градуса, ночью минус 7. В Казаларде днем минус 2 градуса, ночью минус 9. Доллар США 376 тенге 51 тен. Евро 418 тенге 91 тен. Российский рубль 6 тенге 13 тен. Китайский юань 54 тенге 90 тен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова